Продолжение следует... Так, первые три глагола – прощаться, расставаться, разлучаться – обозначают действия по отношению к двум сторонам – и по отношению к тому, кто уходит, и по отношению к тому, кто остается. Глаголы «покидать», «откланяться» характеризуют действия того, кто уходит, «провожать» того, кто остается. И тем не менее все эти глаголы являются синонимами, так как они имеют общее лексическое значение. Далее давайте вспомним, когда у нас происходит расхождение в произношении и написании согласных звуков. Если эти согласные звуки парные, то в позиции перед другими согласными они могут менять свои характеристики. Так, в слове «просьба» происходит озвончение, произносим звонки «зе», пишем «си». В слове «березка» происходит оглушение согласного звука, произносим «с», пишем «зе». Оглушение звонкого согласного произойдет и на конце слова, как в слове «паровоз». Если в слове есть непроизносимый согласный звук, то в таком слове количество звуков и букв будет различаться. В слове «солнце» 5 звуков, но 6 букв. Учитывайте эти особенности при звуковуквенном анализе слова. Следующая наша тема – это одушевленные и неодушевленные существительные. Вспоминаем, что одушевленные и существительные обозначают предметы живой природы и отвечают на вопрос «кто?», а неодушевленные обозначают предметы неживой природы и отвечают на вопрос «что?». Но, кроме того, определить одушевленные существительные и неодушевленные нам поможет его грамматическая форма. У одушевленных существительных форма винительного падежа множественного числа совпадает с формой родительного падежа множественного числа. У неодушевленных винительный падеж во множественном числе совпадает с формой именительного падежа также во множественном числе. Разберем это на примерах. Возьмем существительное «кукла», поставим его в форму множественного числа в именительный падеж «куклы». Родительный падеж «нет» – «кукол», «вижу» – «кукол». Получается, что совпадают формы винительного падежа и родительного падежа. Это позволяет нам сделать вывод о том, что слово «кукла» является одушевленным. Проверим слово «толпа». Ставим форму именительного падежа во множественное число, что «толпы». Родительный падеж «нет», «толп», «вижу», «толпы». Получается, что форма винительного падежа во множественном числе совпадает с формой именительного падежа во множественном числе. Это позволяет нам сделать вывод о том, что слово «толпа» является существительным, неодушевленным. Далее давайте вспомним, когда у нас пишется мягкий знак перед суффиксом «щик» у существительных, обозначающих лиц по роду деятельности. Например, барабанщик, каменщик, стекольщик. Во всех случаях согласный перед суффиксом «щик» произносится мягко, но мягкий знак мы пишем только после «л». И последняя наша тема – это обобщающее слово при однородных членах предложения. В этом предложении есть ряд однородных подлежащих – розы, лилии, гладиолусы, перед которыми стоит обобщающее слово «цветы». В такой позиции, когда обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения, после обобщающего слова нужно ставить двоеточие. Разберем другой пример. На партах, на стульях, на полу повсюду прыгали солнечные зайчики. Это предложение осложнено рядом однородных обстоятельств. На партах, на стульях, на полу обобщающее слово «повсюду» стоит после ряда однородных обстоятельств. И в такой позиции мы должны поставить тире перед обобщающим словом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...